Здравствуйте! Это программа «В центре событий» в студии Юлия Давыдова. Сегодня в выпуске. Сжигание чучела, хороводы, квесты. Сургут проводил зиму масленицы на четырёх площадках. Без паники. В ЦОКБ опровергли информацию о том, что у них от свиного гриппа скончался пациент. И поддержать тех, кто на старте. В наш город приедет звезда большого футбола. Прерванный полёт. Самолёт авиакомпании «Пегас», выполнявший рейс из Сургута в Таиланд, не сумел долететь до пункта назначения и экстренно приземлился в Красноярске. Причина – отказ энергосистемы лайнера. Такую информацию экипаж передал на землю. Об этом сообщает целый ряд федеральных и региональных СМИ. Инцидент произошёл в ночь с воскресенья на понедельник. В результате незапланированной посадки никто не пострадал. «Боинг-767» на время отстранён от выполнения рейсов. За пассажирами авиакомпания отправила резервный самолёт. По факту инцидента проводится проверка. Из горящего жилого дома в Сургуте спасли 9 человек. ЧП произошло в понедельник около половины третьего дня в доме на улице Пушкина, 8 дробь 3. Очаг огня находился в помещении на пятом этаже. Спасатели с помощью автолестницы эвакуировали из нескольких квартир шесть взрослых и трёх детей. Спустя несколько минут пожар ликвидировали. В тушении принимали участие 4 единицы техники и 12 человек личного состава. Причины возгорания установят дознаватели. Старое новое направление. В конце мая авиакомпания «ЮТЕЙР» возобновит рейсы из Барнаула в Сургут. На самолёты, которые будут летать по воскресеньям, уже началась продажа билета. Об этом сообщают «Вести Алтай». Вылет и прилёт в столицу края будут вечерними. Стоимость билета начинается от 7 тысяч рублей. Отметим, что такой маршрут уже действовал прошлым летом и пользовался популярностью у югорчан, которые отправлялись на курорт Белокуриха. Добавлю, что в весенне-летнем расписании «ЮТЕЙР» появятся новые рейсы из Нижневартовска. Это направление в Самару, Екатеринбург, Уфу, Москву и Питер. Самолёты в эти пять городов из столицы Самотлора начнут летать с 1 июня. Крупные инвестпроекты от 300 миллионов рублей смогут рассчитывать на упрощённые правила получения земельных участков. Решение приняли на заседании правительства Югры. Касается оно социально-культурных коммунальных объектов. Административные барьеры упростят. Инвестору не нужно будет поддерживать наличие средств на строительство. Также будет определён полный пакет документов, которые необходимо предоставлять. Положительно это скажется не только на тех, кто захочет реализовать проект в регионе. Власти, благодаря нововведению, смогут планово рассчитывать рабочие места, планировать подготовку кадров и переобучать их, если потребуется. Отпраздновал день рождения научно-практической конференции. Известный в Югре и за её пределами хирург Владимир Дарвин отметил юбилей. Доктору медицинских наук исполнилось 60. Его труд неоднократно отмечали на самом высоком уровне. Он обладатель одной из престижных мировых наград. Большой медали академика Вишневского, причём дважды. А что думают о нём сегодня коллеги и пациенты? Смотрите в следующем сюжете. Говоря о грядущем юбилее, главный хирург Сургутской ОКБ немного смущался. Рождённый 8 марта. Он не хотел бы оттягивать на себя внимание, которое в этот день положено в первую очередь женщинам. Но никто не выбирает, когда ему родиться. Хотя Марк Твен сказал, что наименьшее наказание, которое заслуживает человек, придумавший отмечать юбилей, это смертная казнь. Не просто работа, а дело всей жизни. О медицине Владимир Дарвин может говорить часами. Одна из любимых тем – инновации, которые сейчас внедряются в СОКБ. Мы недавно проводили мастер-класс по лечению не больных с портальной гипертензией. Это внедрение в практическое здравоохранение шунтирующих операций. Операции из разряда портаковального шунтирования. Такие операции делаются в России редко, сложно и долго, длятся порой до 10 часов. Как правило, их выполняют хирурги Москвы и Петербурга. После того, как мастер-класс прошел в СОКБ, теперь и у наших врачей стоит задача такие вмешательства перевести в разряд рядовых. Это позволит эффективнее лечить пациентов с циррозом печени и другими заболеваниями. В мечтах и планах Владимира Дарвина заниматься трансплантологией. Дело не только в желании врачей. Требуется высокотехнологичное оборудование. Владимир Васильевич Дарвин вообще замечательный человек. Как специалист, ну это, наверное, из рода гениев. Потому что на сегодняшний день именно эта личность определяет хирургическую составляющую нашего учреждения. Он определяет новые технологии, развитие новых технологий. Он определяет политику хирургическую учреждения. Порядочные, честные, позитивные и отзывчивые продолжают о главном хирурге СОКБ коллеги. Открыт, всегда готов к диалогу. За это Владимира Дарвина уважают и пациенты. Как человек, вот, приятное впечатление. Но то, что о нем рассказывают, как о докторе, ну, конечно, вне всяких похвал, низкий похвал. Владимиру Дарвину исполнилось 60. Больше половины из этих лет он посвятил выбранной когда-то профессии. О чем ни на минуту не пожалел. Жить в гармонии с самим собой и его привычное состояние. Внешний вид определяется внутренней сущностью. Если самое главное, быть добрым. Быть добрым к окружающим, быть добрым к себе, быть добрым близким, даже быть добрым к животным. Вот если у человека есть доброта, то он остается и умным, и красивым. Мне кажется так. По крайней мере, выглядит так. За консультацией к Владимиру Дарвину обращаются врачи со всей Югры в любое время суток. Неудивительно, что все они собрались на выходных в Сургу на праздничной конференции, посвященной юбилею хирурга. Владимир Дарвин, также профессор медицинского Сургутского госуниверситета, читал доклад о современной стратегии хирургического лечения хронического панкреатита. Екатерина Любишева, Вячеслав Шаркунов, Сергей Коликов. Сургут. Интерновости. Обычный лечебный процесс. В Сургутской окружной клинической больнице опровергли информацию о том, что один из пациентов скончался от свиного гриппа. Как рассказали в пресс-службе медучреждения, врачи ежедневно ведут прием больных. Некоторым требуется госпитализация. Однако никаких ЧС в ЦОКБ не зафиксировано. Ранее ряд СМИ сообщили, что мужчина скончался от неизвестного штамма свиного гриппа. Он боролся с болезнью с конца февраля. Как отмечали журналисты, несмотря на усилия специалистов ЦОКБ, ему становилось хуже. 6 марта сургутянин якобы умер. Однако об этом случае в самой больнице не в курсе. Согласно последней информации, которую на своих страницах в социальных сетях публиковал глава города Вадим Шувалов, эпидемический порог в муниципалитете незначительно превышен на 0,79% среди детей с 7-14 лет. О повторном карантине в Сургуте речь не идет. Сожгли как минимум два чучела. Водили хороводы, по всему городу решали задачи квеста. В Сургуте отметили окончание масленичной недели. Гуляли горожане на нескольких площадках. В районе ЖД, в парке культуры и отдыха, в филармонии и на площади перед театром Сургу. О самом интересном и необычном расскажет Екатерина Любешева. За всеми рабочими заботами гулять сургутяне не разучились. И песни пели, и плясали под исполнение городских творческих коллективов. И на столб за подарками взбирались. В участии не первый раз. Частенько лазил. В прошлом году тоже залазил. В этом году первый раз не получилось с первой попытки. Со второй попытки получилось все очень здорово. Хороший праздник, призы прикольные. А где вы лазили туда? Нет. Отлично! Раздетый. Холодно. Да нет. Холодно это не сейчас. Сейчас тепло у нас в Сургуте. В игровой форме подняли остро-социальную тему. Общественники Сургута провели квест для детей «Поиск пропавших блинов». За основу квест, который мы проводим в мае месяце, квест «Поиск Ахчада», где мы знакомим детей именно со своей деятельностью. Но сегодня, так как масленица, мы решили немного поменять правила, немного участие, поменять. И ищем на самом деле именно пропавший блин. А логика, наверное, самого квеста одна и та же. У нас есть пропавший, мы составляем ориентировку, мы знаем, где видели последний раз и опрашиваем всех, кто его видел. Было еще много приятных и полезных призов от многочисленных спонсоров за разные фото-конкурсы и дефиле в костюмах. Но они ни в какое сравнение не идут с тем нокаун страстей, которые кипели при взятии снежного городка. Давай! Побежали! Ну и апогеем, как всегда, стало сжигание чучела зимы. Я, я, я! Да, мы, 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 Россия! Екатерина Любешева, Вячеслав Ширкунов, Сургут, Интерновости. А сегодня у православных начался Великий пост. Он самый длительный и самый строгий. Продлится почти 50 дней. Завершится Великий пост Пасхой, который в этом году мы будем отмечать 28 апреля. Священнослужители говорят, что не соблюдать ограничения могут дети, больные люди, беременные и кормящие женщины. Однако при этом не стоит забывать о молитвах и таинствах. Несмотря на то, что смысл Великого поста не заключается в ограничениях в еде, его в основном ассоциируют именно со строгостью блюд. Под полный запрет попадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка. Подчастичны рыба и растительное масло. В культурном центре Порта открылась выставка под названием «Время и место». Автор – тюменский художник Максим Родионов. Переимущественно он представляет живопись, холст и масло. Техник любимых у мастера много, в том числе смешанных. Он любит поиграть с текстурой и светом. Из направлений предпочитает кубизм, реализм и экспрессионизм, объединяя их единой концепцией. На полотнах часто изображены люди, причем для картин не обязательно позируют знакомые художника. Прототипами могут являться интересные прохожие на улице. Вдохновляет меня все. Вдохновляет меня совершенно все. Ну вот просто нет такого, чтобы я там задумал что-то и воплотил. Как правило, это какие-то подсознательные вещи, которые потом со временем как-то понимаются. Ну и по-разному там со временем может название появиться. Или со временем я могу картину вообще переписать заново. Сургутский баскетбольный клуб «Университет Югра» скорее всего не сможет в этом году побороться за титул чемпиона Российской Суперлиги. Вывести северян в плей-офф может только череда случайных совпадений и три собственные победы в оставшихся играх. Однако одна из них уже завершилась. Последний домашний матч первого этапа команда Сергея Ольхова выиграла у дублеров питерского «Зенита». Свидетелями разгрома стала и наша съемочная группа. Несмотря на то, что шансы побороться за медали чемпионата Суперлиги сохранились лишь только на бумаге, сургутские спортсмены не потеряли главного – мотивации побеждать. И в игре против «Зенита Фарм» показали хороший атакующий баскетбол. Санкт-Петербургский коллектив идет на последнем месте в турнирной таблице. Но гости сумели на первых минутах создать интригу. В начале второго периода именно они были лидером. Все в принципе получалось просто, но как бы персонально так к этой команде не готовились. То есть меньше разбирали их, какие-то наработки. И уже по ходу игры искали ходы, искали варианты защиты. И, наверное, как раз-таки на это и потребовалось время, чтобы понять команду и уже играть против нее. Понимание пришло по ходу как раз второй четверти. За 8 минут сургутяне преуспели и в атаке, и в защите, выдав мощный рывок 27-10. Дома при родных болельщиков проигрывать мы не имеем права. Мы должны играть, показывать хороший баскетбол и радовать игрой себя, тренеров, зрителей. Зрители в первую очередь. Разгром во второй 10 минутки сменила равная третья четверть. Однако уйти от крупного поражения гости не сумели. Александр Пушкин практически не ошибался в бросках с дальней дистанцией. Салават Шамсудинов за 7 минут игрового времени в конце матча забил 12 очков. А сразу 6 баскетболистов Югры по итогам встречи перешлигнули отметку в 10 набранных баллов. Как результат крупная победа университета со счетом 112-84. Любая победа для своего самолюбия. Поэтому молодцы, ребята не расстроились. Конечно, мы расстраиваемся, что пролетели мимо плей-офф. Но есть объективная причина. Что там говорить. Не будем. Выиграли и выиграли. Все сегодня старались, играли. И молодежь наша. Нам тяжеловато, конечно, короткая ротация. В шестером с Сургутом бороться с опытными игроками. Слегка не хватило сил в защите. Пропустили больше 100 очков. И плюс рано получил три фола. Лидер команды. Туману пришлось варьировать. Тем не менее, как бы там ни было, не имеем права пропускать стоков даже на выезд. Этот матч стал последним домашним для Сургутского университета на первом этапе сезона. До его окончания сургутяне еще дважды выйдут на паркет в Москве против МБА и в Ижевске против Купола Родников. Игры пройдут 14 и 17 марта соответственно. Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Проиграли в борьбе. Баскетбольный клуб «Газпром Югра» уступил в гостях новоуренгойскому факелу в 24-м туре Российской Суперлиги. Сургутская команда смогла навязать борьбу фавориту встречи во всех трех партиях. Однако ни одной из них выиграть не смогла. Причиной тому стал низкий процент успешных действий на приеме мяча и на блоке. Итог матча 0-3. Впрочем, «Газпром Югра» продолжает сохранять за собой восьмое место в турнирной таблице, которая дает право выступить в серии плей-офф. Ближайший преследователь нашей команды Уфимский Урал также пока только проигрывает. Следующую встречу сургутяне проведут на выезде 17 марта в Санкт-Петербурге против местного «Зенита». Звезда большого футбола приедет в Сургут. Воспитанник спортивной школы нашего города, ныне полузащитник московского локомотива Александр Коломейцев дал согласие приехать на родину. Он примет участие в федеральном проекте для юных футболистов. Большие звезды светят малым. Под этой эгидой 1 и 2 июня должен состояться региональный турнир для детей 8-9 лет. Точное число участников пока неизвестно, но четыре команды финалиста соревнований в Югре получат возможность поехать на всероссийский финальный этап в Анапу. Сам Александр Коломейцев, по словам руководителя Сургутской федерации футбола, к возможности приехать в Сургут отнесся положительно. Как у нас сложилось понимание, хочет побывать уже в городе Сургуте, потому что в 12 лет как уехал, соответственно, все вот эти спортивные интернаты, академии, все это проходил. И, как мы знаем, что есть желание у человека побывать. Наверное, скорее всего, даже приедет с семьей, с ребенком, покажет, соответственно, где вырос. Позитив, энтузиазм, в принципе, от Саши поступал. И это радует, что человек поддержал, потому что для нас это очень важно. Еще полгода назад ее утро начиналось с того, что она заплетала в косы волосы ниже плеч. Теперь вместо прически она надевает парик. Ирина Шевчук прошла 8 химиотерапий, операцию. Сегодня она лечится радиотерапией. Она борется с агрессивным раком груди в стадии 3+. Сейчас Сургутянка находится в Израиле. Как она рассказала нашей съемочной группе, врачи в нашем городе не смогли ей помочь. Тему продолжит Дарья Давыдова. Сейчас по реке сижу. Снять, но без ресниц, без бровей. Это неудобно, но я... Вот такая. По-научному инфильтративная протоковая карцинома с поражением лимфатических узлов. По-житейскому агрессивный рак молочной железы в стадии 3+. Ирина Шевчук борется с болезнью с июля 2018-го. Проснувшись утром, женщина обнаружила, что одна грудь у нее значительно больше другой. Начался поход по больницам. По частным, по муниципальным. Диагноз поначалу звучал не так страшно. Сделала УЗИ. И мне поставили мастит. Что надо вам мамолога. Я понимала это, потому что я уже искала. Вот. И записалась везде. Где можно было записаться, где пораньше, где попозже. Но в основном месяц-полтора. Но такая болезнь, как рак, она время держит. Времени очень мало. Ирина сделала несколько обследований в Сургуте. Однако окончательного диагноза она так и не услышала. Отчаявшись, позвонила в израильскую клинику. Анализы ПЭТ-КТ, мамография и биопсия подтвердили худшие опасения. Онкология. Врачи там на месте. Сразу предложили ей сделать первую химиотерапию. Затем поехать домой. И продолжить лечение здесь. И мне говорит, обычно потом это все покупают здесь, препараты. Мало ли у вас пока там и все остальное. И приезжаете к себе в онкологический центр и делаете вам химию, делаете все остальное. У нас так не делают в Сургуте. Поэтому мне пришлось, приходилось 8 химий пройти там. В Израиле Ирине сделали анализ на белок HER2. Такой тест позволяет лучше диагностировать рак груди и выявить агрессивность опухоли. Несчастье для Ирины. В нее обнаружили HER2-позитивность. Это означает, что такие злокачественные опухоли хуже поддаются лечению. Выявляются подобные случаи у 15-25% больных раком. Вот моя рука. Вот капельница. Сейчас Ирина вновь в Израиле. Ей сделали операцию, удалив опухоли, пораженные агрессивными клетками ткани. Сургутянка проходит радиотерапию. Эта процедура позволяет добить оставшиеся злокачественные клетки. Ирина просит не проходить мимо ее беды всех неравнодушных. Помочь может каждый. Вся информация есть на страничке мамы двоих детей и бабушки и четырех внуков в Инстаграм. Один из ключевых этапов лечения обойдется Ирине в 1 миллион 800 тысяч рублей. Дарья Давыдова, Вячеслав Ширкунов. Сургут. Интерновости. Эти и другие новости есть на нашем сайте indefisnews.ru. Я с вами прощаюсь. До свидания. Детский развлекательный центр «Остров пиратов» приглашает детей и родителей отметить день рождения, отдохнуть в семейном кругу, повеселиться на игровой площадке, провести мероприятия для дошкольных и школьных групп. Торговый центр «Вершина», пятый этаж. Подробности по телефону 33-23-20. Смех, кашель, физические упражнения вызывают деликатную проблему? Inconti Lace – запатентованная безопасная технология лазерного лечения стрессового недержания. Мгновенная подтяжка тканей без повреждения слизистой, без операции и реабилитации. Технологии из Европы, теперь и в Сургуте. Косметология будущего. Голдберг. Проспект Ленина, 18. 1 миллион 750 тысяч рублей, и вы владелец готового комфортного жилья в поселке Дорожный. Подробности в отделе продаж компании «Сипромстрой», улица Есенина 2, телефон 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Я страстно хочу похудеть! Я страстно хочу похудеть! Я страстно хочу похудеть! Тренинг Лаптева Андрея Викторовича. 30 марта. Гала-отель. Подробно на сайте доктор Лаптев. И о погоде на 12 марта. Здравствуйте, в студии Айгуль Кунахович. В ночь на вторник в большую часть Тюменской области заглянет промежуточный гребень азиатского антициклона. И вероятность осадков сократится до минимума. Облака немного поредеют, но воздух станет выхолаживаться, а морозцы усилятся. Днем скажется теплое, но ненастное явление атлантического циклона. Небо нахмурится, осадки возобновятся, а температурный фон будет на 5-10 градусов выше климатической нормы. Ночью в Сургуте окрестностях облачно с неустойчивыми прояснениями небольшой снег. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха минус 6, минус 11. Утром облачно, местами снег. На столбиках термометров около 8 градусов мороза. Днем также облачно, небольшой снег. Направление ветра юго-восточное 4,9 метров в секунду. Температура минус 3, плюс 2. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето-2019». Скидка на всю зимнюю обувь до 50%. Большая распродажа зимней коллекции в салонах обуви «Саламандр» со скидкой 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать и составить 751 мм тутного столба. Прыгать, бегать и кататься. Играть, носиться, кувыркаться. Лететь, шагать, в воде плескаться. И детством волю наслаждаться. Одежда «Олдос» – все лучшее детям. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество, по выгодным ценам. Я желаю вам удачи. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok